Доброе утро, друзья мои! Начать утро с вкусного кофе – это залог хорошего дня. Когда я встречаюсь с туристами на площади Навона или у Пантеона, то пью кофе именно в баре Санте-Устахио. Бар работает с 1938 года и славится приготовлением вкусного кофе. Бар находится в районе Рима-Санте-Устахио. Рядом с баром находится церковь, на вершине которой вместо креста изображен белый олень с крестом между рогами. По легенде, Ивстахи принял христианство после того, как на охоте среди рогов оленя появился перед ним образ Иисуса. За веру принял мученическую смерть, а потом был причислен к лику святых. Бар был открыт в 1938 году. Мозаичный пол и интерьер сохранились до наших дней. Кофе можно выпить за барной стойкой или за столиком на улице, но учтите, за столиком всегда будет дороже. Когда будете пить кофе здесь, то вспомните про своих друзей и родственников. Может быть, среди них есть кофеманы? Тогда стоит купить в баре подарок в виде кофе, кофейной чашки или зерен кофе в шоколаде. И этот подарок будет по достоинству оценен. Помимо кофе в этом баре, я еще частенько покупаю кофейные зерна, покрытые темным шоколадом. Они очень вкусные. Пьяца Делла Ротонда, круглая площадь. На ней находится великолепный пантеон, а в центре площади фонтан с египетским обелиском. Это видео полностью создано из маленьких кусочков. Я нецеленаправленно шла снимать видео, как делала всегда, а перед началом экскурсии снимала несколько минут и после экскурсии. Так у меня накопился материал. И вот сегодня у меня выходной. Я села и смонтировала для вас видео. Видео, в котором хочу передать атмосферу Рима. Мне нравится затеряться в толпе, наблюдать, что происходит вокруг. А у вас, дорогие мои зрители, есть возможность увидеть все это моими глазами. А теперь представьте, что вы находитесь в Риме. 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 Многие из вас смотрят мои видео уже несколько лет, и вы полюбили этот город так, как люблю его я. Со многими из вас мы уже гуляли по Риму. Я благодарю судьбу за то, что свела меня с такими удивительными и любознательными людьми. Когда много туристов, очень сложно заметить и рассмотреть все детали. Пробираясь через толпу, хочется быстрее выбраться на свободную улицу. Обычно на этой улице много народу. По ней идут от пантеона к фонтану Треви и от фонтана Треви к пантеону. Сейчас утро. Народу очень мало, и мне захотелось пройти по этой улице и ненадолго остановиться. Мой любимый мясной магазин. Если наш маршрут проходит через эту улицу, я обязательно показываю этот магазин и рассказываю, что это и как это готовить. Но разве может быть скучная экскурсия, когда мы говорим обо всем? О культуре, о жизни, о великолепной итальянской кухне. Пьяцца де Пьетро. Конечно же, вы узнали эту замечательную и уютную площадь. А во время цветения бугенвили она становится еще прекраснее. Рим – очень зеленый город. В нем дышится легко, хочется гулять, мечтать, наслаждаться, что мы обычно с вами и делаем, когда вы приезжаете в Рим. Удивительный и гостеприимный город Рим. Я часто сравниваю вечный город с образом дедушки. Вспомните вашего дедушку, какой он был. Для меня мой дедушка был добрый, милый, теплый. Я любила сидеть у него на коленях и ждала его с работы, а он всегда мне гостинчики от зайчика приносил. И у меня самые теплые воспоминания из детства. То же самое я чувствую и к вечному городу. Пусть он немного неухоженный, но уютный и родной. Когда будете в Риме, постарайтесь рассмотреть красоту этого удивительного города. Пройдите не только по главным улицам, но и загляните за шторку, которая отделяет гостиную от душевных двориков, где можно посидеть и пообщаться с местными жителями. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вновь распахнул свои двери. Здесь всегда звучит музыка, посетители танцуют, общаются. Каждый из вас может зайти сюда и окунуться в эту атмосферу. Мне пришлось сменить музыку, которая звучала в кафе. Не хочу, чтобы мои видео были с нарушением авторских прав. Недалеко от театра Кверино находится великолепная галерея Шара, куда я всегда советую вам заглянуть. Единственное, что раньше в субботу и воскресенье она была закрыта, и туда невозможно было попасть. Начиная с 4 июня, театр Кверино каждую субботу будет организовывать музыкальные мероприятия в галерее Шара. Начинается летняя жаркая пора, когда все мероприятия будут проходить под открытым небом. Не проходите мимо такие великолепные места, как театр Кверино. Ведь только в таких местах можно понять, как проводят свободное время итальянцы. КОНЕЦ В Риме в любое время года едят мороженое, даже в декабре. А летом вкусным мороженым можно заменить перекус или даже полноценный обед. К счастью, в Риме нет недостатка в джилотереях. Их так много, что у гостей города разбегаются глаза, и они не знают, куда зайти и где попробовать мороженое. Тут уже дело вкуса. Вы должны попробовать мороженое в разных местах, чтобы было с чем сравнить. Во многих джилотереях вкусы меняют в зависимости от сезона. Я, например, люблю выбирать вкусы мороженого в сочетании сладкого и соленого. Очень люблю вкус мороженого, приготовленного на основе горгонзола и пигурино, соленой карамели и тыквы. Также люблю мороженое на основе розовой воды, шафраны, фисташек и миндаля. А как вам такое сочетание? Груши с соленой карамелью или мороженое с яблоком и мятой? Эта достопримечательность не нуждается в представлении. Все вы его, конечно, узнали. Фонтан Треми – самый большой и живописный из всех фонтанов Рима. Он стал одним из символов города. Миллионы туристов приходят в фонтан полюбоваться, сфотографироваться и бросить монетку в фонтан, чтобы потом вернуться еще раз в Рим. Вода в фонтан поступает из акведука, который Агриппа прокладывал для своих терм. Строительство акведука датируется 19-м годом до нашей эры. У меня часто спрашивают, можно ли, не выходя из туристического автобуса, увидеть все достопримечательности Рима. Однозначно нет. Многие достопримечательности спрятаны на маленьких площадях, вот, например, как Фонтан Треви, куда автобусы просто не доезжают. Так что в любом случае по Риму надо ходить пешком. Запасайтесь удобной обувью. Девушка, наверное, попробовала лимонное мороженое. Кисленькое. Кисленькое. Субтитры делал DimaTorzok 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 Рим – город фонтанов и церквей На площади Навона находятся три фонтана Мы сейчас находимся у фонтана Нептуна На этом месте долгое время находилась поилка для лошадей И этот фонтан назывался Фонтана де Калдераи Потому что поблизости была улица с таким же названием Небольшая улочка, полная магазинов, где продавали посуду В 17 веке Бернини заменил чашу фонтана и сделал ее по образу фонтана Моро, который находится напротив дворца Памфилии Однако украшение чаши не было реализовано Это должно было быть два брата-близнеца И только после объединения Италии муниципалитет Рима поручил закончить фонтан и украсить его скульптурной группой Сейчас нас радует Нептун, сражающийся с осьминогом А также здесь есть нереиды, морские коньки, херувимы, дельфины У этого фонтана всегда мало народу Поэтому если мы с гостями города начинаем нашу прогулку от площади Навона То встречаемся у этого фонтана Вы просто не представляете, как много всего можно показать рядом с площадью Навона Чтобы рассказать про площадь Навона, обойти церкви, в которых находятся фрески Рафаэля и полотна Караваджо Зайти в монастырский дворик Браманте А если я еще и упомяну куртизанок, то многие хотят посмотреть, где они жили На моих экскурсиях любое ваше желание будет исполнено И у нас на осмотр всего этого уходит до полутора часов Это не скучные даты и общие фразы Здесь оживают истории и легенды А потом мы красиво через дворик одного дворца выходим в другую часть города Церковь Сан-Тиво-Алла-Сапьенца – это шедевр архитектора Франческо Барамини И, безусловно, одна из самых красивых барочных церквей Она была возведена в XVII веке И несложно догадаться, что церковь была возведена по воле Папы Урбана VIII Это тот самый Папа Урбан VIII, который разбросал по Риму более 10 тысяч пчел Образ этой церкви нам напоминает чем-то пчелиные соты А если присмотреться к куполу, он напоминает нам жало пчелы Пчела – геральдическая эмблема семьи Барберини Это символ мудрости Попасть внутрь церкви можно лишь в воскресенье с 9 до 12 В остальные дни она закрыта Я стояла на остановке, ждала автобус Увидела, что дверь открыта и решила зайти Голова кругом идет от такой красоты Пьяца Дель Пополо – Народная площадь Это еще одна площадь, откуда люблю начинать экскурсию Прямо не отходя от площади, начинаю рассказывать интересные истории про Нерона, про обелиск Про великолепные двери и надпись над ней И считаю, что знакомство с Римом надо начинать именно отсюда На экскурсию я всегда приезжаю чуть раньше Потому что в Риме очень часто бывают забастовки По каким-то причинам могут перекрыть движение И чтобы не опоздать, всегда приезжаю раньше С пьяца Дель Пополо я прогулялась по улице Бабуина Выпила кофе и вернулась опять на площадь Прямо не отходя Прямо не отходя Прямо не отходя Прямо не отходя Продолжение следует... 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 Продолжение следует...